И у нас есть удивительная земля, Алтайский край. Я когда впервые туда попал, был просто в восторге. Герман Титов, второй космонавт нашей страны, он долго работал у нас во фракции. Ушел в жизнь, гениальный человек, он гордился, что родом с Алтая. Калашников, гениальный изобретатель, его автомат сегодня стоит на защите Родины. Это лучшее стрелковое оружие в мире. Великие деятели культуры, Шукшин и Золотухин, тоже с Алтая. У нас Мария Николаевна Прусакова возглавляет там партийную организацию, которая успешно работает и широко объединила вокруг себя самых талантливых и совестных людей. Пожалуйста, Маша. Спасибо, Геннадий Андреевич, за теплые слова об Алтайском крае. Действительно, Алтайский край сегодня это яркая иллюстрация той стабильности, в которой мы живем. Знаете, если говорить медицинским языком, то кома это тоже стабильность. Так вот, экономика нашей страны сегодня находится в коме. И Алтайский край, скажем так, один из передовиков в этом вопросе. И это при том, что в Алтайском крае самый высокий уровень недоверия к власти, о чем свидетельствуют итоги выборов в Государственную Думу 16-го года, где Единая Россия получила худший результат в стране. А как по-другому может голосовать население региона, в котором самые низкие фактически заработные платы в стране, и при этом самая высокая закредитованность? Сегодня люди, родители, чтобы собрать детей в школу, вынуждены брать кредиты. У нас в Алтайском крае практически половина населения – это сельские жители. И сегодня мы видим катастрофический спад цен на молоко с 23 рублей до 16. И фактически эта цена не позволяет перекрыть даже те затраты, которые несет сегодня сельский житель на содержание скота, покупку кормов. И, в принципе, вынужден пускать скот под нож. Если мы сегодня вообще говорим об Алтайском крае, некогда это действительно жительница Сибири, это регион, который бы мог и должен в том числе быть частью продовольственной безопасности нашей страны. У нас лучшая гречка, у нас одна из самых качественных пшениц растет в Алтайском крае. Но бюджет нашего региона сегодня фактически такой же, какой тратится на перекладку плитки в городе Москве. Поэтому, если мы говорим вообще о том, как сегодня живут в Алтайском крае жители, ну, говорить о состоянии медицины вообще не приходится. У нас слово «оптимизация», к сожалению, прошлась и по сфере образования, особенно по селу, и по больницам. И могу сказать абсолютно, это не образное выражение, сегодня для большинства жителей села медицинская помощь, ну, на уровне подорожника и зеленки. Я не говорю ни о какой-то высокотехнологичной медицинской помощи. Хотя с нашими природными ресурсами, нашим географическим положением, мы, в принципе, сегодня могли бы жить очень достойно. И я могу привести пример. Даже вот вырубка лесов, которая сегодня ведется в Алтайском крае, она фактически изменила экосистему нашего региона. Едешь по городу Рубцовску, и видишь просто на миллионы долларов лес, который лежит, кругляк. При этом у нас на законодательном уровне принимается закон, который разрешает собирать валежник для жителей Алтайского края для собственных нужд. А этот весь лес вывозится. А хотя мы на сегодня, после такой массовой вырубки, хотя у нас действительно ленточные бары, и мы фактически оказались перед экологической катастрофой. У нас, мы видим подтопление в тех городах и населенных пунктах, которые раньше вообще этого не знали. У нас сегодня грунтовые воды в городе Рубцовске приводят к тому, что у нас действительно наводнение и другие районы Алтайского края. Результатом, естественно, можно говорить цифры, которые мы видим. Из Алтайского края ежегодно уезжает население. Только в 2020 году, вдумайтесь, почти 20 тысяч жителей региона уехали из Алтайского края. Это самая большая цифра за весь послевоенный период. Раньше особой гордостью было распределение поехать в Алтайский край. Это действительно была гордость и перспективный регион. Сегодня действительно люди уезжают. И если так пойдет и дальше, то, к сожалению, Алтайский край останется лишь историей на карте нашей страны, да и многие другие регионы, которые сегодня находятся в такой же ситуации. Поэтому абсолютно убеждена, что 19 сентября, как говорит Геннадий Андреевич, это действительно, пожалуй, единственный шанс, мирный, последний, нам коренным образом изменить ситуацию и начать жить достойно и лучше. Спасибо. Спасибо, Мария. Спасибо. Мы представили вам нашу программу, команду. Газета выйдет ближайше.